Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги «Исход», я читаю ее для библейского портала «Экзегет» по переводу российского библейского общества. Но вот израильтяне дошли до горы Сина или Хариф, а мы дошли до заключения Завета. Книга «Исход» так называется, это от церковнославянского «Исход», от греческого «Эксодос». И нам кажется, что исход из Египта – это главное ее событие. Но на самом деле смысловой центр ее – это заключение Завета. Ветхий Завет, да, вот тут он заключается в этой главе. Причем, смотрите, она 19, что нельзя было первой ее поставить. К чему все эти подробности, которые были раньше? Но первые 18 глав объясняют, а кто заключает Завет? Бог с народом Израиля. Почему? Почему с народом Израиля, а не с какими-то другими людьми? Почему именно сейчас, когда еще был Авраам, да, и с ним тоже был какой-то Завет? Ну, не такой подробный, но все-таки, почему тогда с Авраамом было нельзя его заключить, с его потомками? Почему все это не было дано им раньше? А вот мы тут, в 18 главе, Моисей со своим тестем выясняют, что, оказывается, у народа тяжба, у народа проблема. Когда израильтяне переселялись в Египет, их было 70 человек, и у них патриарх Иаков еще жив. Ну, разберется он с этими семьюдесятью, да, а здесь их тысячи и сотни тысяч. И как Моисей будет с ними со всеми выяснять, кто кого обидел, кто кому что должен? Конечно, нужен закон. Не только по этой причине, а потому что беглые рабы, которые вышли из Египта, должны стать народом. И закон — это главное в их становлении народом. А еще потому, что Бог через этот народ в мире являет свою волю. Он открывает что-то всему человечеству. И если бы он просто это в какой-то момент кому-то сказал, ну, сказал, но кто-то его услышал, кто-то не услышал. Нет, он делает этот народ носителем знания о себе в этом мире, да. Этот народ будет не только рассказывать другим людям, но в своей жизни показывать, что означает слушать Бога, а что означает, наоборот, приступать его по велению. К примеру, второго будет, пожалуй, с самого начала даже еще больше. Но все равно это весть о том, как в завете с Богом люди себя ведут и к чему это приводит. Итак, в Новолунии третьего месяца после ухода сынов Израилевых из Египта, то есть, смотрите, не так-то много прошло времени. Там середина первого была и полтора месяца всего, да, то есть, они в этом статусе беглых рабов очень недолго. Собственно, то время, которое нужно, чтобы спокойно перейти от египетской границы до Синайской горы. Покинув Рефидим, сыны Израилевы пришли в Синайскую пустыню, остановились и стали лагерем у горы. Моисей взошел к Богу, вот так запросто, да, то есть, понятно, что на горы взошел, с тех пор всходят на вот этой самой горе Синайской, хотя на ней нет, конечно, опознавательных знаков, что именно она гора дарования закона, но, скорее всего, так и есть, да, потому что традицию на нее постоянно указывало. «И воззвал к нему Господь с горы, скажи племени Якова, возвестите сынам Израилевым». Естественно, это одно и то же, Яков и Израиль в данном случае. «Вы видели, что я сделал с египтянами, вы видели, как нес я вас на орлинах крыльях и принес к себе. Если вы будете послушны и верны договору со мной, то вы будете моим драгоценным сокровищем среди всех народов земли. Вы земля моя, вся земля моя, а вы будете у меня царством священников, святым народом. Передайте слова сынам Израилевым». Вот смысл завета, да. Мы думаем, завет — это набор правил, законов, не воруй, не убивай. Да, там это все есть, очень скоро мы об этом прочитаем в следующей главе и более подробные указания. Но это прежде всего о том, что вы будете моим сокровищем, вы царство священников. Что такое царство священников? Потом это в новом завете священство, которое принадлежит всем христианам. Это не значит, что каждый израильтянин будет исполнять обязанности священника в храме. Да, это невозможно. Но вот то место, которое священник занимает в израильском народе, то израильский народ будет занимать во всем мире. Священник приносит жертвы, священник проповедует о Боге, священник открывает какие-то его наставления, а священник приносит Богу молитвы всего народа. Израильский народ вот это будет делать для всего человечества. Моисей вернулся, созвал старейшин и передал им эти слова, как поверил ему Господь. Весь народ, как один человек, ответил, мы будем следовать словам Господа. Моисей сообщил Господу в ответ народа. А Господу не все равно, он объявил Моисею, сделай так. Моисей пошел и сделал. Нет. Это завет, это договор. Это договор неравноправный. Да, вот это договор не между двумя соседями, это договор, но между банком крупным и человеком. Конечно, силы неравны. Но человек добровольно принимает на себя обязательства по отношению к банку. Это взаимное обязательство, да. Если нет, то это грабеж и насилие. И Бог чужд насилия, Бог чужд грабежа. Он не просто говорит израильтянам, делайте то, что я скажу или накажу. Может так сказать. Да, он говорит, мы с вами заключаем договор по этому договору, у вас такие-то и такие-то бонусы, грубо говоря. Израильтяне говорят, да, мы хотим. Тогда этот договор заключается. Господь сказал Моисею, я приду к тебе в густом облаке, чтобы народ услышал, как я с тобой говорю, и впредь всегда верил тебе. Когда Моисею сообщил Господу ответ народа, Господь сказал, Моисею, иди к народу, освяти их за сегодняшний и за завтрашний день. Пусть они выстаривают свои одежды и готовятся к послезавтрашнему дню. В этот день на глазах всего народа Господь сойдет на гору Синай. То есть народ надо осветить, да, вот к Богу надо приходить не в состоянии своего обычного какого-то вот раздра и нечистоты обычной. Но вот почему там пост перед праздником, почему там, я не знаю, в чистые люди одеваются какие-то торжественные моменты. Вот ровно поэтому здесь есть и чисто ритуальные символические основания, но есть и внутренние. Да, вот что значит освяти? Видимо, особое жертвоприношение. И вот эти люди, они должны понять, что с Богом они встречаются в состоянии максимальной для себя только возможной чистоты. А не вот так между делом, а ну вот у нас сегодня пирушка, завтра пьянка, а послезавтра заодно и с Господом встретимся, тоже вот радостное событие. Нет, это не так делается. Более того, в этот день на глазах у всего народа Господь сойдет на гору Синай. То есть это какая-то буквальная физическая встреча, но проведи для людей границу вокруг горы и вели на гору не подниматься, и до ее подножия не дотрагиваться. Всякий, кто прикоснется к горе, должен быть предан смерти. Но не притрагивайтесь к нему руками, убейте его камнем или стрелой. Кто бы это ни был, животное или человек, нельзя оставлять их в живых, раз они при звуках рога пытались подняться на гору. То есть смотрите, граница между Богом и человеком вообще-то очень серьезная граница. Это как в Берлине между Восточным и Западным, за любую попытку пересечь сразу убивают, расстреливают. Тогда, конечно, не из пулеметов, автоматов, а из стрелы, из лука стрелой или камнем из пращи. Но важно, что к Богу нельзя вот так просто спинка открыв дверь войти и сказать привет. То есть есть определенные правила, определенный человек Моисей в Ветхом Завете, да, в Дом Завете многое изменится, но в Ветхом Завете так. Моисей восходит по прямому указанию Бога. Тот, кто попытается подражать ему просто самовольно, будет убит. Моисей спустился с горы к народу и осветил народ. Люди выстрелят в свои одежды. Моисей сказал, готовьтесь к послезавтрашнему дню, не прикасайтесь к женщинам. Интересно, что Бог ему не сказал, не прикасайтесь к женщинам. Вот любопытная деталь. То есть, понятно, что идет речь о супружеских отношениях, а не о разврате, да. Получается, что это правило как бы добавлено, да, вот в издержании от супружеских отношений, тоже как элемент приготовления к этому чудесному дню, да. Вот необычно. И это, может быть, Моисей придумал сам. Этого не надо было ему придумывать, не знаю. А может быть, он хотел тем самым придать какую-то особую святость и сказать, вот смотрите, это такой день, которому надо готовиться с разных точек зрения. Но это приготовление, это не самое важное. Самое важное начнется сейчас. На третий день с раннего утра ударили грома и молнии, гору окутало густое облако. Разнесся громкий звук рога, и люди встанье затрепетали. Моисей повел народ и встанут навстречу Богу. Они встали под горой, а гора Синай была вся окутана дымом, ибо Господь, как огонь, сошел на ее вершину. Гора дымилась, словно печи содрогалась. Звук рога становился все сильнее и сильнее. Моисей говорил, а Бог отвечал ему голосом грома. Господь сошел на вершину Синайя, призвал Моисея к себе на вершину, и Моисей поднялся. Вот Ветхий Завет, громы, какие-то явления удивительные, но похожи на землетрясение, на извержение вулкана. Но в новом, может, все будет иначе. А здесь людям важно понять, что Бог велик, что Он силен. И поэтому вот эта манифестация Его силы, Его величия, а в другое время будет, наоборот, тишина, спокойствие, будет какое-то вот очень умиротворенное состояние. Это, скорее, при заключении Нового Завета, который будет заключен в горнице на Тайной Вечере, и ничего подобного не будет происходить. Господь сказал Моисею, спустись и предупреди людей, чтобы они не смели приближаться к Господу и видеть Его. Это многим из них будет стоить жизни. А священники, собирающиеся приблизиться к Господу, должны осветить себя, или Господь уничтожит их. Народ не будет подниматься на гору Синайя, сказал Моисей Господу, ведь ты предупредил нас, я провел границу вокруг горы и провозгласил гору священной. Смотрите, Ветхий Завет — это во многом про границы. Вот это священное, его нельзя касаться никому, кроме особых людей по особому какому-то распоряжению Божьему и в форме особых ритуалов. А вот это обычно. Вот здесь мы там чай пьем, у нас тут семьи, жены, дети, наша работа, наши дома. Здесь мы живем, мы тоже живем перед Богом. Это не значит, что в нашей повседневной жизни мы о Боге забываем. Но это сфера нашей ответственности. А вот есть сфера священного, где человек просто не вправе даже увидеть что-то, я не говорю, прикоснуться. Новый Завет и это изменит. Вот будет стираться эта граница между сакральным и профанным, как это называют на языке таких терминов, то есть священным и обыденным. «Господь сказал Моисею, иди, спустись и возвращайся сюда с Аароном». Аарон его брат, который уже выступает как его пророк. Его ждет особая роль в этом всем. «А священники и простой народ пусть не смеют подниматься к Господу, или Господь уничтожит их». Даже есть уже некоторые священники, которые приносят жертвы, очевидно, но смотрите, к Богу и священники не могут просто так подняться, кроме особо натулуполномоченных людей. «Моисей спустился к народу и возвестил ему это». Что интересно, а народ не обиделся. Народ не сказал, как это Моисей, почему это тебе можно, а нам нельзя, мы тоже хотим. Но потому что, видимо, было страшно, потому что входить на гору, которая окутана дымом, и гром там гремит, и вообще все, что угодно, желающих не было. Сегодня на эту гору сходят толпы туристов и паломников из разных стран мира. Действительно, незабываемое путешествие, надо сказать. Но мы не видим там этих молний, громов, не слышим этого глаза. Людям вообще-то свойственно пугаться. И когда вот они видят некий знак присутствия Бога, они склонны кого-то выдвигать переди себя и говорить, «Нет, пусть Моисей поднимется, мы постоим у подножия, как бы с нами чего не вышло». И Господь, с другой стороны, им это прекрасно позволяет. Другое дело, что когда Моисей спустился, надо же выслушать, что он скажет. А самое главное, что он скажет, это следующая глава 10 заповедей. Они будут в 20 главе исхода. Субтитры создавал DimaTorzok